Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Скажите, что папа. Удвойте, удвойте... Удвойте мощность детонации учительского пердака. Бля, господи, чё я несу? Какой кошмар. Нет, ну согласитесь, что вот некоторые учительницы, они вот, блядь, вот на это нарываются примерно, чтобы им так вот и сказали. Наверное, у каждого в школе была училка, которая орала так, что, я не знаю, на улице с деревьев листья облетали. Штукатурка трескалась на потолке, и причём повода для этого не было. У нас таких было две учительницы, одна была по биологии, а вторая была по химии. По химии, естественно, была особенно злая сука, ну как оно часто и бывает. Уж сколько разговаривал с разными людьми, мало у кого химичка была добрая. Потому что химия, видите ли, каждый учитель, каждая преподавательница, она считает, что вот её урок, это вот главный, он для тебя должен быть вот основной, ты должен вот к нему шарить. Даже если это учительница по музыке. Нет, учительница по музыке у неё другое мышление, а там в основном о том, что музыка это простой предмет, и... И всего-то надо запомнить сюиту мусоргского, это чё тут такое? Нихуахуа. Сюита мусоргского там... Петь. Не выёбываться на уроке, не мешать вести урок. То есть всё довольно просто. Чтобы не выбешивать учителям по музыке. Дали тебе, блядь, музыкальный треугольник, стой, звякай. А когда там у кошки дом загорелся в этой пьесе, ты должен сунуть эту палочку в треугольник и... Дилинь, 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 блядь. Чё такое? Это зачем такая штука здесь? Стакан. Вот. А химия, она очень, сука, сложный предмет. Даже несмотря на то, что я сдал таблицу Менделеева на 4, да, единственная со всего класса, потому что остальные сдали её на тройку. То есть... И как вообще это было? Это... Да ну нахуй. На таблицу Менделеева выучить нам дали... Сейчас скажу, день или два. Очень, очень как-то... Очень маленький срок. То есть химия, по сути, только началась, да, в этом году. В каком-то классе. Да ты охуел. Ни хрена меня скрючило. В классе в восьмом, короче, да, по-моему, химили? Или в седьмом она начинается, я уже не помню. Вот. И сразу здравствуйте, дети. Первый урок там что-то вводный. Что-то там рассказывают, что как оно будет. Что такое органическое, что неорганическое там пишите. О том, что такое лабораторные работы. А потом уже, вот на следующем уроке, вы приходите и вам задают, блядь, выучить таблицу Менделеева. И в максимально сжатые сроки. Потому что, ну, без таблицы Менделеева на уроке химии делать нехуй, откровенно говоря. Даже учитывая то, что эта ебучая таблица висит там где-нибудь в классе на видном месте, прикручена к партам, как в нашем случае. Я же олдфак. Вот. И все равно ты должен, сука, пойти, блядь, и выучить. Я что-то не врубаюсь. Очевидно, что надо было прийти сюда в этом, сука. В экзоскелете. Вот, короче. Таблицу Менделеева я, может, и сдал. Но потом началась... Эти химические задачи, блядь, решать. Вот это вообще уже... Они и в математике-то мне не давались, а уж химические задачи. Это просто жопоболь. Я ни хрена в них ничего не ориентировался там, блядь. Высчитать там, что будет сверху, керосин или бензин, блядь. Вот это все говно. Ну так, еще примерно туда-сюда, может, там... Что-то поначалу ворочаться, потом вообще скист. Как и, вообще-то, большинство моих одноклассников. А учительнице это дико не нравится, когда ты... Когда дети даже не пытаются... Не пытаются учить ее предмет. Особенность нашей школы, она такова, что если ты в один момент отстал от образовательного плана преподавателя, то ты его уже, скорее всего, не вместоешь. Потому что, блядь, дополнительный... Либо ходи на дополнительные уроки, да, за дополнительную плату, и ввиду отсутствия... Дело даже не в дополнительной плате, а в том, что и обычных-то уроков уже выше крыши кажется в этом классе, что они тебе нахрен не нужны. Вот, а тебе предлагают еще больше припоходить и позаебываться. Легендарный штурматрон-захватчик? Это что за хуйня вообще? Ай, нахуй терминал. Вот, и поэтому училка была просто бешеная, блядь. Она просто вообще... Сука, чуть что и такой ор подымался. Ну, а биологичка... Я не знаю, она просто была... Ну, биология тоже, это предмет такой, блин, на любителя, да, и он, по идее, там... По идее, он нахрен не нужен в обычной жизни. Ну, основные-то там, да, должен знать, там, пестик, тычиночки, там... Вот, откуда берутся дети, если до сих пор Вайса верил, узнаешь на этом уроке замечательном. Хихикают там над первыми... Над первыми картинами, ебать. Хи-хи-ха-ха, картинка голой мальчик, голая девочка. Девочка, мать. Я так понимаю, это местный какой-то охуенный гость был. Вот, естественно, учительнице не очень нравится хи-хи-ха-ха. Ты должен знать лейкоциты, тромбоциты, блядь, строение кости. Всё вот это говно, и это вообще неинтересно. Но поскольку учительница считает, что её предмет невъебенно важен для твоей дальнейшей жизни, да? Ты же, блядь, не сможешь жить, если... Не узнаешь, что такое фотосинтез. Фотосинтез. И что он там ночью не... Но единственное, что вот хочу сказать... Да, конечно, я... По-прежнему считаю, что можно их назвать климаксными суками и посылать их нахер. За то, как они орут, но... Про фотосинтез и то, что он ночью не идёт... Благодаря вот этому, блядь, садистскому подходу, я, наверное, запомнил на всю жизнь. Что такое фотосинтез, я не помню, но что он ночью не идёт, я выучил, блядь, довольно хорошо. И ебать, у него ещё и огнемёт встроенный. Ах, вот. И сколько раз, господи, сколько раз мне в девятом или в восьмом классе хотелось этим учительницам доускать. Да пошла ты нахуй, климаксная тварь. Ори, блядь, иди на своего сына, дрянь-юбучая. Можете, кстати, в комментах написать, по какому предмету у вас был демонический злой учитель. Кстати, часто у некоторых бывает, что злой физрук школьный. Но я понимаю, злой физрук это как бухающий трудовик. Жизнь не удалась, надо срываться на ком-то. Сейчас этот педагог у меня выхватит. И где импульсная мина? Заплатишь, пидор, заплатишь. Они это крыло забросили, чтобы с этим роботом не связываться, что ли, я не понимаю. Ну что, уёбок, как оно? Да, ебесь ты, шах и мат, натуре. Вот, блядь, тварь. Ха-ха-ха, сука. Сука, твою мать. Блядь. Я ебую это мутирование, господи, кто его придумал? Какое говно, вот сражение с легендарными мобами в этой игре просто говнище. Половину сносишь, он мутирует. Охуенно, интересно, блядь. Got it. Got it, take it to the moon. Сейчас, сучка. А мы вот эту попробуем. Отлично работает мина. Ах ты, ёбаный ты, нахуй. По мордасам. Ну ты посмотри, что делает, а. Хорошо, я понял. Тут надо мыслить тактически. Нахрапом тут нихера, да. Хорошо. Переамина. Мина. У меня что-то часто стали писать, что я бэткомедиан смотрю. Я просто смотрю фильмы, скорее всего, которые обозревают бэткомедиан. Я думаю, дело в этом. Так, это криамины я разложил, да. Теперь. Импульсные надо раскласть. Здесь мы ложим, чтобы он сразу мутировал. Здесь, чтобы ему уже пердак начал рвать. Я ему здесь пив-пав, пив-пав, он бежит, бежит сюда. Тут ещё одна криамина, ещё. Ещё две крышки. Пич-пич, продолжается. И здесь он опять криамина и пич-пич, и тут я его добиваю. Мочить буду его, блядь, из вот этой штуки. Да ёп, твою мать. Это, кстати, интересный момент. Давно тут интересного в этой игре не было. Да ёбаный в рот. Что ж ты, блядь, не замедлился-то, петух? А боссанный, блядь, а? Пидорас. Так, да ну-ка, нахуй, а? Сейчас, сука, побегаешь у меня. О, плазменная мина. Ништяк. Где импульсная мина? Ну, если его и сейчас не разорвёт, я уже, блядь, не знаю тогда. Задрочил этот замочек. Блядь, он встаёт, как, сука, жидкий терминатор, ёп твою мать. А что там восстанавливает ОД моментально? Какое-то говно, которое у меня прям до хрена было, нет? Психо. О, психо, кстати, это заебись. О, психо. По-моему, ему ноги оторвало. Терминатор 4, твою мать. Сука, он ещё и напоследок поднасрал мне. Обе руки мне снёс. Блядь, ядерная мина, это было нечто. Я не знаю, как я следующего такого без ядерной мины убью. Хитро-умная кожаная броня до туловища. Один к ловкости, один к восприятию. 25 от электричества. Пипец. Ну и говнище. Ёмкость с жидким азотом. Ну что-то он же здесь должен был охранять. Мёртвая кошка. Кошатина. Как я вообще сюда забрёл? Я толкал какую-то телегу, толкал, толкал. Да и вытолкал. Форма охотника. А у меня уже есть форма охотника, говно ещё-то. Хуже, чем плащ серебряного плаща. Нахрен пошла тварь. Ты-то откуда, блядь, здесь выискалась? Хорошо я успел сохраниться. Я что-то даже не врубаюсь. Из чего лучше сбивать турели и синтон. А, тут, блядь, стекла нету? С одного, если знать точку G. Что неплохо. Сука, хуй тут всё закрыто-то? Это ж, кстати, такой же робот у подземки там, да, стоит? О, нифига себе. Мясо род Скорпиона. Они что, до супермутанта замарили голодом? Кошатиной кормили, походу. А, господи, задолбало. Зря убрали взлом на одну кнопку, как в прошлых частях. А здесь что было? Кошатина. Они не тут все свои исследования на кошках проводили, что ли? Досадно. Как сказал бы, сука, Джек Воробей. Готов. Там ещё синт висит. Это что их всех этот? Боевой, что ли? От хуевертил? Или я сейчас тут кого покруче встречу? Вообще, если она говорит, что выход отсюда один через телепорт, а если их здесь начать убивать, и они тебе не смогут пипбой апгрейднуть, как ты тогда отсюда выйдешь после этого? Как ты будешь в глаза людям смотреть? Сука, говно. Что, и не синт, что ли? Я думал, синт тут порой должен быть. Так. Рест одно совпадение, да? Я чуть не вижу, чтобы сюда что-то подходило. Найс. Зачем вот тут нужна диагностика какая-то? Можно было перенацелить турели на синт, что ли, на этого? Ох ты, ебаный ты нахер. А что они тогда это крыло забросили, если они здесь? Если они здесь выращивали супер мутантов. Кстати. Супер мутант же хотел, чтобы я ему добыл что-то. А где квест от него? А хуй его знает. Какие-то супер мутанты в этой части стали странноваты немножко. Брайана Вирджила? Блядь, можно было сразу же воспроизвести. Вирджил это что-то, мутанты есть. Блядь, что я делаю, а? Блядь, что я делаю. Я не буду это, после... После, когда я уехал. Знаю, что я никогда не хотел бы уничтожить кого-то. Кого-то! Ты понимаешь меня? Я буду sure, что весь программ будет закрыт. Проект какой? По выращиванию супер мутантов? После этого... Я знаю, что я буду делать, будет видно как в бутылке. Женщина. Удовлетворительно. Неопределенный. Уничтожен. Объект случайно уничтожен. Во время инцидента 5, да? На них я не хочу быть в ближайших отчетах. Уничтожен. А ничего, все случайно уничтожены что-ли? Скончался. Верджил Б. Ничего нового. Вечно одно и то же. Подал официальную жалобу директору. Директорату. Это тестирование не дает никакой ценной информации. Органический проект был отделен несколько десятилетий назад. Зачем до сих пор этим занимаемся? Понятно. Хочу заметить, что одного не хватает. Наверное, это и был Верджил. Естественно, что ничего тут не бьется, потому что игра, блядь, каменного века. А может, это и не Верджил? Может, это один из супермутантов вырвался? Сейчас узнаем. А, все, в принципе. Эта локация закончилась. Здесь уже супермутант бегать я так понимаю, что не может. Блядь, ну и монитор, пиздец. Вообще, как на нем что-то читать? Еще на нем можно в игрульку сыграть. Вообще. Огонь. Блядь, ты можешь на меня смотреть, когда с вами разговариваешь? Что я? Этот, блондин из Скуби-Ду, как тебя там звали, блядь? Это действительно потрясающе. Я буду резервировать суд, пока я знаю больше о том. В этом случае, давайте дать вам небольшую обзорку о том, что мы делаем здесь. Как название означает, Био-сайенс-дивизион специализирует в областях исследований, как ботани, генетика и медицина. Наша важная задача это защитить здоровье и здоровье всех в институте. К тому же, мы культивируем высокопередовательные флора. У вас же, блядь, тут половина роботов. Нахрен, нам жрать. Вы, наверное, видели гориллы. Они действительно просто пет-проекты, но потенциал интересный, но не менее. Да, я не могу представить ничего интересного, чем фейк-гориллы. Я говорю только о себе, я вижу, что я не знаю. Конечно, я могу быть немного боюсь. Я уверен, что я взял достаточно времени, как оно. Но я поясню, наверное, да, как я вижу, в чем я вижу цель этого квеста, блядь, который, по сути, кажется тупым до уебанчества. Он, как бы, этот квест подбивает игрока примкнуть к фракции института, то есть походить, похуевать, какой у них тут прогресс и цивилизация, а там наверху говнища, блядь, всюду грязь, говно и пыль. Вот. И это миссия, как бы, квест-экскурсия. Походи, посмотри, чем занимается институт, поговори со всеми его профессорами. Все, заткнись ты, заеб меня. Вот гориллы. Можно выпустить? Я уже думал, ты две воображаемые рюмки держишь. Эй, могучий Джо Янг. Посмотри на меня, тупое животное. Сафари. Когда мы будем охотиться на искусственных горилл? То есть они даже синтетических животных выводят. Я только не понимаю, зачем. Какая разница, роботы-люди или роботы-гориллы? Типа, восстановить хотя бы иллюзию, да, присутствия каких-то животных, которые, видимо, вымерли теперь окончательно. То есть попытаться адаптировать мир для людей, сделать его похожим на тот, какой он был раньше. по сути, я так понимаю, что из богов этого института в кавычках остался только сын главного героя. Ты, что ли, синтетопыт? А, мне наверх. То есть для кого институт старается, я не понимаю, кому они хотят создать все вот эти блага, кому? Если, по их же мнению, достойных людей раз-два и кончились. Что, еще выше, что ли, надо? Что я на лифте не поехал? А, вот она. Короче, кучка ученых хочет нагнуть мир для себя. Чуткий ответ. Чуткий ответ. Эти институтовцы выглядят здесь какими-то, сука, инопланетянами из фантастических фильмов 60-х, 70-х. Примерно. Время врать и наебывать. Абсолютно. 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 Ха-ха-ха. Вот так вот. Ха-ха-ха. Абсолютно. Ха-ха, сука. Абсолютно. Абсолютный чемпион. О, прости, ты что-то сказала? Блядь, я также свою бывшую слушал. Наверное, поэтому мы расстались. Блядь, ну что, кто ещё? Мозг мне не выносил здесь. О, охотник, смотрите. Жду, не дождусь, когда мы... О, имперский штурмовик. Жду, не дождусь, когда мы начнём перестрел. Опа, 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 я же не в костюме. Папа, ты хороший человек. Ты должен быть очень рад. Я, типа, тебя что, кто-то, блядь, спрашивал? Ты что, вот мимо меня пройти не можешь? Нахуй ты меня бесишь-то? Ой, что, всем насрать, что ли? Чувак, я там человека убил. Не мог бы ты его мозги соскребсти? Блядь, ты нахуя ко мне спиной поворачиваешься, тупая мразь. Знаю своё место в пищевой цепочке животное. Поздновато до вас дошло, что вы мне не нравитесь. Ладно, шучу, шучу. Всё, просто, блядь, я так мало стреляю в этой серии, что просто даже непривычно. Даже персонажа можно на загрузке выбрать. Обалдеть. О, какой красавец, смотрите, КНР-овец, походу. Не повторяй своих ошибок, уходи. Go away. Так, мне куда надо, вниз? Внизину? Внизищу? Или нет? Усы, лапы и хвост, мои доктора пускают. Ты чё, охотник, не знаешь, что кто чернее, то ты прав. Это ж доктор Ньютон, ёпта. Чёрный Ньютон. Тебе привет, Фантомас. Бюро робоконтроля. Пошли, проконтролируем ща робота какого-нибудь. Беру робоконтроля. Так, мне нужно с каким-то буддистом поговорить. Хари Кришна, Хари Рама. Сука, ну институт у вас, надо сказать, говно. Ни одной симпотной тёлки нет. Мне даже насрать, какой диплом вы мне дадите. Нахуй терять здесь 4 года жизни. Сказал я как-то раз в одном учебном заведении. Я угораю, если что. Чувак, мне так нравится с твоим затылком разговаривать, это так понтово выглядит. Так, у меня максимальная харизма, насколько я помню. Чувак, когда я восстану против вас, первым я вольну тебе. А, охотником быть, что ли? У вас же есть. Отпустите их. Проклятые монголы, русы, моя стена. Стоит китайца, нося стена, прибегают проклятые монголы. Они очень самостоятельные. Тренированы в комбате, в инфильтрии, в трекинге. В смысле, наши корсеры не вернулись. Но я думаю, что вы знаете все это, уже, когда вы уже встретили. В факте, я очень хотел знать, как вы победили. Чё? А, как я синта убил? Да захуярил из винтовки, блять, как я его убил. Даже пепла не осталось, расщепил его в молекулы. Я думаю, что я должен спросить роботикам, чтобы выполнить детальные диагностики на целом производительном раме. Как будто мы не имеем в виду. Теперь, если вы хотите что-то, я вернусь к работе. Я не буду делать побочные квесты от института. Пошел он в жопу. Так, воспользоваться вирусной записью какой-то надо. Для этого надо терминальчик, да, какой-то найти? Где у них тут компьютер-то? А, во, пойдет. Та-та-та-та-та-та-та. И че? Учреждение закрытого типа. Хакинг состоялся. Поговорите с отцом. Квест задержания. Может, лучше с диздемоной побазарим? Кстати, а где я, наверное, на глобальной карте-то? А-а-а. Прямо в центре. Разваленный института. Я там был, кстати, не раз. Фуфлыжная локация. Но мне нравится, что между основными и подземками институтом есть фаст-тревел сейчас. Телепортнулся. Три слова с диздемоной. Телепортнулся. Три слова с этим какого-то томом. Или нет? О-о-о. Что такое нахер? А-а-а. Я ж теперь лорд Рейден. Этого мира. Видите-ка, я сохранюсь, а то сейчас что-нибудь. Бомбану опять всех поубиваю. Ай, я б твою мать. Энтер же. Симпатяга. Кто меня звал? Но я у меня глаза. Я вижу. Ху-у-у! Смотри, Дез, я уже говорил, что молекулярная стабилизация делает. Вкусно. Ты не звучал уверен вчера. Это действительно, действительно хорошо, чтобы тебя видеть. Это работало? Ты сделал это внутри института? Давайте отложим вот этот вот словесный миньет, блядь, и я просто сдам тебе квест. Да, мой сын нашелся, он старый просто. Он уже пенсию получает практически. И, получается, он мой сын. Что? Он не был только маленький парень? После того, как они его взяли от меня, они меня в крыло. Блядь, какая ты догадливая, ничоси. Пойдешь со мной, на кто хочет стать миллионером? Я встретил Патриот. Его имя Лиам Бене. Я знал, что ты сделаешь работу. Мы нужны любые скрабы, интенсивные институты. Мы должны сделать новый репорт на терминале Паме. После того, чтобы ты закончился, мы анализируем и решим следующий шаг. Пойдем к этому. Подать рапорт. Вы не охуели? Если бы я хотел рапорты подавать, я бы сейчас, блядь, в братстве стали. В силовой броню и гремел. Сука, я тебя боюсь, блядь. Я теперь знаю, как вы ебашить умеете. Где тут рапорты-то подают? О, нормально. Тринадцать синдов, да-да-да, бла-бла-бла, все отлично. Пошел нахер. Че, в чем суть задачи сейчас? Поговорить с Пэм, блядь. Да засунь ты себе эту визитку, блядь, между своих железных булок. Пэм. Прелиминерий аналисис. Комплит. Ничего, чего мы должны идти. Афирматив. Коденем Патриот. Реклама. Афирматист. 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 Ой, нахуй, иди ты, блядь, еще и не скипается. Слышь, Борман, Уилфред, блядь. Да, спасибо, что, блядь, отнял мое время. Угадайте, где надо достать пароль. А где надо достать пароль? А непонятно, где надо достать пароль. А, во. Появилась таки меточка. Узнать пароли защитника кода где-то в лаборатории Кембридж Полимер, блядь. Зачищенный до кучи. Или где-то рядом. Сейчас, сейчас посмотрим. Ну, что-то мне это не нравится, это нездоровая херня. На хрена взял этот тупорылый квест помогать тем тупорылым синтам, господи. А, это обязательно квест от подземки же, да. Сердобольные ублюдки хотят помогать, все в нас ведь. Надо будем сказать, что там синтов горилл собирают, они бы кончили, наверное. От такого хай-тека. Да, блядь. В зачищенной лаборатории Кембридж Полимер. Обосраться. А что я здесь сделал? Это не здесь я пьезоядерную броню себе конструировал, разве? А, нет, здесь директор был закрыт. Да, именно здесь я конструировал себе эту гребаную пьезоядерную броню. Крафтил. Как-то пройти, только не помню. Ну, походу, явно не здесь. А это что за дверь? Почему она не открылась? А-а-а. Чем скучнее музей, чем чего она там сказала? А-а-а, ну-о-о, блядь, вообще классно. Это, видать, тоже лаборатория Синта, да? О, запрос на выдачу пароля. Пара-пара-пам. Шшш. Твильямс. Вернуться к Диздемонии. Потрясающие квесты. Боже мой, как они такое выдумывают. Такие придумщики. Вообще, конечно, потрясающие квесты, блядь, начались в середине игры. Персонаж сейчас занят, вы посмотрите. Персонаж сейчас занят, блядь. Я нахуй через полмира тут хожу, а персонаж, блядь, занят. Чё тебе, пуля в жопе не помеха, что ли? Чё случилось-то, пацаны? Всё ж надо... Все ж мы люди, братишки. Суки рваные, вы чё, блядь? О, кто-то подпрыгнул, а? Подлетел. Ух ты, ебать. А Глория-то, смотрите, у них какая дикая баба. Спать, спать, спать. Ладно, ладно, всё, всё, молчу, молчу. Я терпеливый. Ом, ом, дзен. Раз, два, три, успокойся. Раз, два, три, успокойся. Блядь, ну квесты реально говно какое-то начались. О, даже робот пришёл её послушать. Один из ваших агентов, это я. Автографы, автографы. Яки-то, Яночка, автограф? Блядь, как мы не знаем, я могу вам на карте показать. Давай, Пайпер, на картах посидим, пока они тут. Меня походу это не касается. О, всё, блядь, они закончили. Не знаю, чё была за цель собрания. Флешмоб грёбанный. Мне кажется, я пьезоядерную броню рано сделал. Если бы я её сделал на этом уровне, она была бы намного круче. Наши финал анализы означает, что Института гораздо более подозрительной, чем мы никогда не думали или не думали. Если мы ставим массовый ремонт, Патриот 13 сенсов будет, вероятно, последовательность, который мы спасли. Вдруг, мы используем эту одну шансу, чтобы спасать всех сенсов. Всего последнего из них. Ай, блядь, лучше спасём 13 сенсов. Это даже не возможно? Надеюсь, Патриотовский план «Короскейп» подозрится. Если не возможно, ну, мы будем с этим. Чтобы вообще все синты оттуда убежали. Институт не позволяет их славы идти без борьбы. Так что сердце нашего проблемы — это силу человечества. Даже если мы приглашаем всех наших агентов, и мы будем, мы не сможем. О, назревает махач. Да, будем драться вилками, блядь. А что за Z1-то? Кто такой Z1? Я там убил одного, это не он? Попробуй, что ты нуждаешься от него, а потом снять его славу. Добро пожаловать. Мы все вместе с тобой. Они оба в институте, короче. И Z1, и ZN1. Так, я думаю, что в конце этой серии я, пожалуй, отдам сыворотку Вирджилу и посмотрим, получится ли у него стать человеком, или он сдохнет. В страшных муках. А, войну с институтом отложим уже на следующую серию. Я так думаю, что будет война с институтом, потому что примыкать к ним я не буду. Все там какое-то, как братство стали, только пидорское. Академики горбатой горы, ёп твою медь. Ну вот, кто-то говорил, что можно у Вирджила в пачку взять. Неужели тут два супермутанта-спутника? Может, у него просто ничего не получится? Ну, я рад, что увидел, что верблюжьи не полностью вапорировали тебя. Слушай, а где твои причиндалы? Просто у тебя такое ощущение, что верблюжьи копытца в штанах просвечивают. Это было, но я взял себя вместе. Ха-ха-ха, я думаю, что ты делал. Теперь, что с серомом? Обратите внимание, что у него фомочка такая вот тут, на ленте. Её нигде нет, да чё ты пиздишь? Смотри, это всё, это действительно всё! Так, Пайпер, приготовь винтовку, вдруг он взбесится. Какой жизненный цикл? Тебя прёт? Ни хера себе укольчик. Ну, может, тебя как лягушку поцеловать надо? В лобик. Бля, ну это неинтересно. Ты держал свой конец нашего договора. Спасибо. Давайте. Продолжение следует... Здравствуйте. Мы просто нужно ждать. Продолжение следует.